Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня мы продолжаем с вами нашу беседу об обрезке различных пород плодовых деревьев. Итак, перед нами персик. Одна из самых популярных косточковых культур, которая все больше и больше занимает место в наших сердцах и в наших садах. Благодаря своей удивительной пластичности, восстановительной способности, ну и, конечно же, благодаря своим ароматным, вкусным, сладким плодам. Как же формировать правильно персик? Нужно помнить, что персик – культура очень быстрорастущая, очень скороспелая, дающая в хороших условиях неплохой прирост. И если его не ограничивать, то персик способен вымахать в довольно-таки большое деревце. Основные два приема формирования кроны персиков – это либо формировка в виде куста, либо в виде дерева с низким штабом. Но здесь у нас, видите, пошла такая естественная формировка в виде куста, когда первые ветки заложены очень низко от уровня почвы. Такую формировку применяют в основном в условиях с довольно жестким климатом, чтобы часть кроны уходила под снег и сохранялась даже при самых-самых тяжелых условиях. Итак, с чего начать обрезку персика? Изначально все обрезки мы начинаем с самого главного – с удаления всего больного, сухого, поврежденного, либо растущего внутрь кроны, перекрещивающегося, вот как здесь, трущегося, то есть то, что повреждает друг друга. Удаляем все сухие, поврежденные, поломанные веточки на кольцо. Удаляем трущиеся ветки. Либо срезаем их, укорачивая на одну из почек. Такая веточка становится в росте и будет в дальнейшем обрастать плодовыми образованиями. Слишком низко расположенные ветки тоже можно удалить, тем более деревце. Само как будто их заглушивает, не давая им расти дальше, поскольку здесь, внизу кроны, не очень выгодное место, в том плане, что не хватает освещения солнечного. Здесь, видите, ветка идет внутрь кроны. Мы ее тоже удаляем. Немножко приподнимаем крону. Для персика, как и многих косточковых, характерна перегрузка урожая. Чем это грозит? Это грозит тем, что растение сильно истощается, плоды вырастают небольшими по размеру, даже не достигая своей стандартной массы, не добирают сахара, не добирают полезных веществ, даже окрашиваются слабо. Помочь с регулировкой нагрузки призвана в первую очередь именно обрезка. Срезая лишнюю древесину с плодовыми почками, мы снижаем общую нагрузку на дерево, и те абрикосы, персики, сливы и так далее, которые остаются, получают максимум питания и наливаются в полную силу. Следующий момент, который мы должны еще помнить, что для персика оптимальной формировкой является формировка в форме чаши, без выраженного проводника. В таком случае имеется несколько скелетных ветвей, центр кроны получается открытый, и те плоды, которые находятся на скелетных ветках, получают максимум освещения. Крона хорошо аэрируется, там не бушуют болезни. Поэтому, когда мы обрезаем персик, мы буквально раскладываем крону в сторону. Если у нас имеется вертикальная ветка, мы проводим обрезку, чтобы раскрыть именно центр кроны, на то ответвление, которое идет в сторону. Выбираем хорошо развитую веточку. Точно так же и здесь. Все, что перекрещивается, мы либо вырезаем полностью, либо обрезаем, укорачивая с переводом на боковое ответвление, чтобы предотвратить налегание веток друг на друга. Здесь эта ветка очень мощная, очень сильная, и нам нужно выбрать тот побег, который станет ее, так сказать, продолжением, и немножко, чтобы ослабить именно саму эту ветку, чтобы она так сильно не росла в сторону. Это самое сложное, что нужно сделать. Итак, для этого молодого персика обрезка, в принципе, закончена. У него пока еще не так много ветвей. Он не так уж активно растет. Мы убрали все больное, засохшее, перекрещивающееся. Мы снизили ему крону с переводом на боковое ответвление. Центр кроны у него хорошо раскрыт. Прирост у него не такой сильный, можно сказать, небольшой. Укорачивание он здесь не требует. Поэтому следующий этап после обрезки – это, естественно, замазывание всех ран. Для косточковых это актуально еще и потому, что незамазанные раны провоцируют камень и течение. Довольно-таки неприятное явление, которое очень сильно истощает наши деревья. И обязательно, если вы не покрасили растения с осени, повторяем покраску или докрашиваем наши деревья сейчас в весенний период, потому что солнышко очень яркое, и это особенно важно для молодых растений. Солнце весной, в марте месяце может вызвать довольно серьезные ожоги коры и ослабить наши деревца. На этом у меня все. Сейчас мы с вами познакомились кратенько с обрезкой молодого персика. Процветание вам и вашему саду, и богатых урожаев в новом году. С вами была Юлия Кондратенок. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши ролики. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!